Владимир Александрович, здравствуйте! Сегодня встреча – это Европейская неделя иммунизации, которая началась не только по всей Европе, но и наш город не стал исключением. Скажите, пожалуйста, что это такое и для чего это вообще нужно? Это ежегодное мероприятие, которое проводится по инициативе ВОЗ. В частности, оно проводится в Европе, в России и в том числе в Рязанской области. Цель этого мероприятия – информировать население о важности иммунопрофилактики, в частности иммунизации. Ну и один из лозунгов этого мероприятия, он прямо связан конкретно с иммунизацией. То есть, цель мероприятия – объяснить населению необходимость проведения иммунизации, которая направлена на профилактику инфекционных заболеваний. Ряд инфекционных заболеваний протекает крайне тяжело. И в мире насчитывается до нескольких десятков миллионов летальных исходов ежегодно от инфекционных заболеваний. Один из наиболее эффективных способов или методов контроля за инфекционными заболеваниями – это специфическая профилактика. Она может выполняться в первую очередь средствами иммунизации. То есть, таким образом… То есть, или вакцинация, точнее так. То есть, проводится вакцинация, которая обеспечивает охват или защиту от большинства опасных инфекционных заболеваний, с которыми может быть связано тяжелое течение, летальные исходы. То есть, населению надо объяснить ежегодно. Вообще-то, это каждодневная наша работа. Она должна быть плановая. И по, так сказать, соответствующей программе, вот по нашему плану работы, проводится вот эта неделя иммунизации. Лишний раз напомнить населению о том, что есть такая проблема, что надо проводить иммунизацию. Обязательно надо проводить. Не просто надо. Так сказать, это долг каждого нормального гражданина, который обязан заботиться о своем здоровье. Вот, кстати, какие болезни входят в список, которых необходимо проводить иммунизацию? По этому национальному календарю, он, как правило, совпадает. Вот наш российский национальный календарь, он совпадает с календарем подобным Соединенных Штатов, Англии и других стран. Значит, вот в этот календарь входит большинство инфекционных заболеваний, таких как, например, корь, краснуха, вирусный гепатит, полиумелит. Ну, ранее, когда-то, давным-давно, туда входило, в этот календарь, входило натуральный ОСПА. Но ОСПА мы победили, как известно. То есть ОСПА нет в настоящее время. И поэтому программа иммунизации, то есть была на время, ну, так сказать, считается, что ОСПА у нас нет, она пока прекращена. Хотя вакцинальные штаммы, то есть штаммы сохраняются соответствующие, так сказать, и вакцины, они могут быть опять произведены. Ну, и ряд других заболеваний, я могу тут назвать массу, так сказать, других заболеваний. Столбняк, каклюш, дифтерия туда входит. Ветряная ОСПА, кстати. Значит, это тоже такая важная составляющая. Я могу массу примеров привести. Того, как люди не сделали прививки, а потом? Ну, например, такая вакцинация, она возможна. Вот сейчас она не введена пока в обязательные перечения, но мы уже к этому готовы. Ну, вот, положим, у нас недалее как вот два дня назад были госпитализированы двое пациентов. Одна была консультирована женщиной, которую только недавно родила. У нее маленький грудной ребенок и заболела ветряной оспой. По сути, это, так сказать, обычно заболевание протекает легко, но учитывая снижение иммунитета физиологическое, которое происходит вот такого рода пациентов, существует угроза тяжелого течения заболевания. Вчера только была госпитализирована у нас одна пациентка, которая в послеродовом периоде заболела на ветряной оспой. Это потому, что она в свое время не сделала прививку? Ну, желательно было бы. Сейчас такие возможности существуют. Если бы она провела вакцинацию, вот эти риски были бы сняты. Еще было бы хуже, если бы эта болезнь возникла в период беременности. Там возникает гораздо больше проблем. Вот существует, кстати, какой-то возраст определенный, в котором нужно делать прививки. То есть какие-то прививки делают детям, да? Основные категории населения, на которые обращается внимание, это дети. То есть начиная от рождения. Есть национальные, жесткие, достаточно жесткие календарь разработанные, где все прописано. То есть вот этому календарю надо исследовать. То есть во сколько, что от чего? В каком возрасте, ну это мы можем много времени потратить, потому что детали не наша цель, вот рассказывать детали. Ну, одна из прививок, это прививка против вирусного гепатита B. Это вообще достижение, достижение общественного здравоохранения. То есть в связи с тем, что проводится рано иммунизация на врожденном, сразу же после родов, снизилась, заметно снизилась заболеваемость вирусным гепатитом B. А вот расскажите, пожалуйста, какие-то мероприятия наверняка проводятся, да, в эту неделю европейской иммунизации? Мероприятия, я могу сказать, они разные, то есть мероприятия проводятся на разных уровнях, но в том числе они в первую очередь имеют такой информационный характер. То есть мы должны информировать население, различные группы населения о том, что такое иммунизация или вакцинация, какие цели она преследует, какие существуют показания, какие существуют противопоказания. Есть методы, есть иммунизация, так называемая плановая или вакцинация, есть экстренная, то есть есть методы экстренной профилактики, есть плановая. Обращается в первую очередь внимание на плановую иммунизацию. Ну, допустим, вот поскольку я представляю Рязанский медицинский университет, у нас каким образом проводятся эти мероприятия? На разных уровнях. В первую очередь, вот в период ведения практических занятий каждый преподаватель в студенческой группе проводит занятия соответствующие. Студентам выдаются соответствующие материалы, они готовятся к этому. И таким образом представляются они в период занятий или в период проведения чтения лекций, либо при работе студенческих научных кружков. Очень широко в нашем университете используются социальные сети, наш официальный сайт медуниверситета, где представляются материалы по иммунизации. Вот, скажем, в каждом студенческом кружке на кафедре инфекционных болезней есть свой студенческий научный кружок или студенческое научное общество. Кружок немножко такой бытовой. Так вот, в рамках этого работы нашего кружка студенческого научного общества были подготовлены соответствующие материалы, которые еще за неделю до того, как была объявлена Европейская неделя иммунизации, они были представлены, вот здесь они у меня на планшете есть, они были представлены на странице нашего медуниверситета. В частности, в Фейсбуке, в том числе в Контактах и так дальше. То есть студенты же не активно общаются, они меньше газет читают сейчас, народ у нас, по-моему, даже бабушки все сидят в основном социальных сетях. В современной технологии никуда не денешься. Поэтому этот момент мы обязательно, так сказать, мы его всегда используем. То есть здесь прямая связь, то есть моментально можно получить ответ на поставленные вопросы, то есть обменяться мнениями. То есть на самом деле это такая замечательная сторона, на мой взгляд, которая, так сказать, социальные сети, интернет, который представляет возможность общения в том числе со специалистами. Но вот тем не менее, кстати, телефонов тоже никто не отменял, да, и, наверное, существует наверняка какая-то горячая линия. Да, есть горячая линия, по которой можно позвонить, получить соответствующую информацию. По крайней мере, в рамках вот этой недели европейской на территории Рязанской области такие телефоны показаны. Ну, а кроме того, надо не забывать о том, что в первую очередь надо обращаться к своей участковой службе. То есть каждый пациент имеет право обратиться к своему врачу, в свою поликлинику. А вот у нас хранятся, наверное, вся информация в больницах, да, о прививках, которые делали в детстве, которые делали на поле взрослого возраста. То есть все это у человека должно быть. Да, ответственного гражданина должен быть свой, так сказать, прививочный паспорт. Все это отражено в амбулаторной карте пациента, там все данные занесены. И вообще каждый пациент за этим, в принципе, тоже должен следить. То есть не пациент, а здоровый человек или пациент, его можно определить, как, так сказать, пациентом, назвать его, когда он болен, а здоровым человеком, когда речь идет о профилактике, о профилактических осмотрах. Так вот, все это есть. То есть каждый должен об этом знать. Кстати, это тоже задача нашей недели, информировать население, что у каждого должна быть информация, он должен быть, так сказать, каждый гражданин должен быть ознакомлен вот с этой информацией. То есть это прямой касается его здоровья. Ну, например, привит ли он от дифтерии, привит ли он от столбняка. Это очень важно, кстати. А как это, кстати, вот можно узнать, если, например, вот нет этого паспорта? Ну, не любят человек в больницу ходить, да? Ну, как... Это как-то возможно вообще? Это возможно. Можно взять, провести исследование, взять анализ крови, провести. И узнать, какие привитки человек есть. Потом можно определить, есть ли у пациента антитела к тому или иному возбудительную. То есть мы таким образом можем сделать заключение, он иммунен или нет. То есть есть ли у него иммунитет, защита. То есть, по сути, всю эту карту, если она вдруг утеряна, или человек не помнит, можно восстановить? Ну, отчасти ее можно восстановить. Но это, конечно, не очень желательно. Потому что по антителам, по лабораторным исследованиям не все можно решить. Важно знать, приводилась ли вот такого рода иммунизация, есть ли у него положенные в России, по крайней мере, прививки. Кстати, о прививках. У нас зима закончилась, слава богу, да, закончилась весна. Но вроде как вирус гриппа уже, наверное, не сильно актуален, да, на данный момент. И вообще говорят, что гриппа... Эпидемия закончилась сейчас. Да, да, эпидемия закончилась. И, кстати, вот говорят, что не особо она и была в этом году. То есть в этом году с гриппом все было лучше, чем в прошлые годы. И во многом, наверное, благодаря именно того, что... Вот везде была, опять же, информация, да, что много очень рязанцев у нас сделали прививки в этом году. Ну, да, это вопрос терминологии. Эпидемия-то была, она была официально объявлена, эпидемия. Мы ее пережили, но она была не столь тяжелая, как в предыдущие годы. Почему? Считается, ну, это, так сказать, факт доказанный, что в первую очередь это связано с эффективной иммунизацией. То есть большая часть, большая часть населения, порядка 40%, что обеспечило защиту, была привита, вакцинирована. Значит, соответствующие вакцины противорепозные. Результат вот считается по России, по официальным данным, летальность в этом году от гриппа была в 20 раз меньше, чем в предыдущие годы. В первую очередь, потому что была проведена иммунизация. В первую очередь, хотя это далеко не все, так сказать, это одна из важных составляющих, которая обеспечила снижение летальности. Там есть и другие факторы, не только, конечно, иммунизация, но эффективность диагностики, эффективность своевременной, или своевременной медицинской помощи, которая оказывалась, своевременное лечение, наличие современных препаратов. Это тоже, так сказать, комплекс факторов, который привел к тому, что летальность была снижена. Но в первую очередь, она была, эта летальность снизилась в связи с тем, что была проведена большая часть или большая часть населения эффективная иммунизация. То есть, это, в общем-то, тоже достижение. И об этом надо помнить. И нас всегда удивляет, почему население отказывается от иммунизации. Вот, кстати, да, почему люди в основном отказываются? Многие считают, что если мне сделают прививку, это все равно введут к какой-то вирус, и я могу уже от этого заболеть. Вот распространенное мнение. У нас есть такое стандартное по этому поводу выражение. Это вообще, на самом деле, мракобесие. Что-то, по-моему, тут комментировать ничего не надо. Почему? Надо объяснять. Есть контрпропаганда соответствующая. Ну, на наш взгляд, вот, по моему мнению, должна быть вообще цензура. Таким лицам, непрофессионалам вообще не надо давать эфир. Учтем. Нельзя это делать. Это просто нельзя. Потому что население разное. То есть они воспринимают слова, которые идут из эфира, порой не совсем, так сказать, адекватно. То есть они принимают решение отказаться от вакцинации. Результат? Ну, не моя задача пугать население, поскольку нам приходится работать с больными тяжелыми. Вот результат – это те самые тяжелые формы инфекционных заболеваний, от которых больные могут и погибнуть. Ну, вот, тем не менее, прививки делать надо, и это хорошо, понятно. Нужны какие-то конкретные требования к человеку, когда он собрался идти делать эту прививку. То есть, ну, наверное, чтобы он не болел на этот момент, да, у него была иммунитет, нам нужно. Да, ну, определить показания и противопоказания. Есть противопоказания, да, есть печень, но он минимален. Кстати, если говорить о противопоказаниях, вот, например, скажем, возьмем пациента с гриппом, ну, то есть проведение противорепозной вакцинации. Она практически проводится всем, и в первую очередь лицам, у которых имеются фоновые заболевания, у которых со здоровьем как раз проблемы. То есть, если уже есть какое-то простудное ощущение, то можно. Потому что нет, простудные фоновые заболевания какие, которые являются фактором риска тяжелого течения, например, гриппа, и таким больным, например, таким, как с сахарным диабетом, с циррозом печени, больным с заболеваниями легких, больным с заболеванием сердца, ну, и некоторыми другими, пациентам с ожирением, беременным женщинам, обязательно надо проводить вакцинацию. Почему? Потому что именно у этих лиц, если возникнет заболевание, вот это заболевание, пусть будет это гриппом, да, протекает крайне тяжело. А существуют другие мотивы отказа, ну, как же я буду вакцинироваться, если у меня сердце больное, если у меня сахарный диабет, у меня же противопоказания. Нет, это не противопоказания, я вас уверяю. Это не противопоказания. Наоборот, это является прямым показанием для того, чтобы такого больного пациента вакцинировали. Иначе, если грипп возникнет, мы можем уже не справиться с ситуацией. То есть, основная мера контроля или способ контроля – это вакцинация. Ну что ж, спасибо вам огромное. Вот главное, наверное, беречь здоровье, да, и лучше предупреждать многие вещи, чем дожидаться, когда они наступят. Правильно? Ну да. Нашим телезрителям, напомню, в гостях у меня сегодня был Владимир Мартынов, заведующий кафедрой инфекционных болезней Рязанского медуниверситета. Программа «Городские встречи». Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова